Привет, дорогие мои друзья! Давно у нас не было роликов. Я уже переехала в Майами с моим любимым сыночком, устроила его в школу, убрала квартиру практически полностью, осталось домыть стены, выдрала просто всё, обустроила свой быт, структурировала мысли в своей голове, поэтому я готова к вам возвращаться, мы будем рассматривать все самые темы насущные. На сегодняшний день я выкладывала шорт, в котором задала вопрос, актуальный для меня сейчас, потому что всё, что я делаю сейчас, всё очень сильно связано с моими основополагающими целями в жизни. У меня всегда была цель жить с видом на океан, в пентхаусе, правда, но пока 11 этаж и вид на канал, знаете, промежуточный этап. У меня всегда была цель определенного веса, определенного уровня заработка и заработка именно с Amazon, поэтому всё, что я сейчас делаю, я делаю для того, чтобы достичь собственных целей тяжёлым путём, но я иду к ним. Значит, я дала людям очень логичный вопрос. Опишите три ваши самые главные цели на сегодняшний день, которые вы постоянно держите у себя в голове, для того, чтобы мы вместе смогли проанализировать, какие шаги лучше к этим целям совершать, и совершаете ли вы их ежедневно, что вы делаете для достижения собственных целей. Это очень крутая тема, потому что наш мозг так устроен, что мы можем думать, что мы что-то делаем, мы можем создавать видимость того, что мы что-то делаем, точно так же, как в похудении. У меня на курсах была масса девочек, которые покупали курсы, и я не видела от них ни фотографий до-после, ни результатов, ни активности, ни действий. Они потом находили миллион оправданий, я не обвиняю. Это так работает психика. Ой, у меня времени сейчас нет, а у меня резко гости приехали, а у меня ПМС, а у меня еще что-то, я обязательно потом курс пройду. Но получалось, что это как раз попытка избежать любых перемен. И для того, чтобы отлавливать такие моменты, давайте сегодня рассмотрим, во-первых, правильно ли мы ставим себе задачи и цели, и как все-таки ежедневно возвращать себя обратно на свой путь, правильный путь, который ведет вас к правильным действиям, которые приведут в итоге к вашим целям. Потому что, если, допустим, у меня есть цель, здоровое тело, спортивное тело, у меня эта цель просто, я не знаю, лет пять точно, спортивное тело. Но спортом я не занимаюсь. Мой максимум это йога. Ну, хотя я йогу отношу, в принципе, к спорту, потому что тренировки по йоге довольно интенсивные и тяжелые. И, на мой взгляд, йога вообще суперспорт, потому что пластичность развивается, и это буквально мануальная терапия. Но даже йогу я делаю нерегулярно. А для того, чтобы эта моя мечта сбылась, я должна привить себе привычку, да, заниматься минимум 15 минут по утрам и 2-3 тренировки в неделю делать качественные, часовые. Когда это станет моей рутиной, эта цель реализуется сама собой. Ее не нужно писать в дневнички, ее не нужно набить татуировкой на лбу. Она реализуется, потому что я организовала решение этой проблемы. Когда мне нужно было устроить ребенка в школу, в хорошую школу, я не пишу себе в список желаний найти классную школу. Аминь. Хоть бы, хоть бы мне Бог послал в школу. Я захожу на ресурсы, я захожу на форумы, я задаю людям вопрос, я квартиру подбирала под эту школу, я позвонила в школу, я сделала те действия, которых всегда боялась. Разговаривать на английском по телефону, это очень сложно для меня, это был прям сильный мой страх. Но я звонила в эти школы уже как к себе домой. Hello, I need help. И в общем справлялась на ходу, и люди помогали, и ты понимаешь, что можно было из этого вопроса сделать огромную проблему, но у меня не было на это права. Поэтому я взяла этот вопрос и решила двумя днями. Диким стрессом, но он моментально решился. Никаких отложенных проблем в долгий ящик, потому что я решаю проблему ребенка. И зачастую мамы так и делают. Ребенку нужна одежда, она найдет деньги. Ребенку нужно там с кем-то общаться и с друзей. Мама общается с их мамами, да, для того, чтобы у ребенка был круг общения. То есть ради кого-то зачастую мы готовы делать все. К нам звонят, ой, мне нужна твоя помощь в переезде. Мы мчим, и для нас это не проблема. А когда у тебя у самой переезд, ты такой, о, это проблема. Да, потому что наши проблемы, нам как-то сложно себя заставить их решать. И мы их очень долго тянем, тянем, откладываем. И это формирует чувство неудовлетворенности собой и своей жизнью. Потому что то, что нужно тебе, ты не делаешь. Зато ты очень много всего делаешь в принципе, да. Делаешь для других, делаешь ненужных действий, создаешь сам себе проблем. Хочешь классную фигуру, но нет сил ждать эту классную фигуру. Ты так вымотался, так устал, так придавил на себя, что хочется, ну, хотя бы пойти, выпить классно кофе с каким-то десертом, расслабиться. И человек идет, пьет этот кофе с десертом, а уже под конец этого десерта начинает сам себя ругать, типа, зачем я это сделал? Я же знаю свои цели, я же знаю, чего я хочу, зачем я жрала торт? И это такой замкнутый круг, это такая грустная история, потому что, казалось бы, жизнь должна быть прекрасна, жизнь должна нам дарить положительные эмоции, мы должны уметь управлять своим бытом, своими бытовыми вопросами для того, чтобы радоваться жизни, создавать ее так, чтобы она не была в тягость. Иначе в чем смысл? Мы сами выбираем, как нам видеть жизнь. Мы не выбираем жизнь, мы не выбираем все вокруг, мы не можем влиять на все, не можем влиять на людей, на ситуации, на страны, на политику, но мы можем влиять на себя, на свои выборы, на свои привычки и на то, как мы реагируем на какие-либо ситуации. Поэтому, когда я это все проанализировала, я поняла, что я могу по-другому выбирать, я могу по-другому относиться к тому, что у меня не получается, я могу это отпустить, я могу сфокусироваться на том, что у меня получается и с принятием относиться к тому, что еще в процессе, совершая при этом небольшие действия, не такие, возможно, грубые, не такие резкие. Вот. И таким образом мы дошли до этого опросника. Я задала этот вопрос по поводу целей и возьму самый первый ответ. Девочка мне ответила, девушка, женщина, леди, принцесса, королева, ответила мне кратко. Три, значит, самые основные цели. Научиться зарабатывать, выехать за границу и создать баланс духовности и материальности, в общем, внутреннего и внешнего. По третьему пункту вопросов нет. Я считаю, что это вообще основополагающий такой пункт желания, которое должно быть у каждого. Спокойствие внутри, реализация снаружи, гармония, баланс, жизненный баланс. Это супер желание, и это уже говорит о том, что человек духовно наполнен, развит и двигается в правильном направлении. Он не поверхностный, не материальный. Человек думает глубоко, если у него в тройке желаний такое глубокое желание. Но рассмотрим первые два. Во-первых, просто вы сейчас можете свои желания набросать, написать там 10 желаний, и я донесу, где собака зарыта, в чем проблема, почему не получается. Значит, мы берем пункт, да, хочу научиться зарабатывать деньги. Во-первых, для нас может быть понятно, что такое зарабатывать деньги. Ну, к примеру, четкая цифра. Это 20 тысяч долларов в месяц. Это для тебя зарабатывать деньги или нет? Или вообще зарабатывать деньги? Зарабатывать 100 долларов? Заработать 100 долларов можно. Можно легко. Для кого-то, возможно, даже 100 долларов кажется неподъемной ношей, где я их заработаю, сидя, к примеру, там, в глухове. Но для того, чтобы наш мозг дал разрешение на реализацию определенной цели и начал искать способы ее реализовать, ему нужно апеллировать конкретными данными. Так работает психика. Это не какая-то магия. Если мы говорим абстрактно, хочу похудеть, вы, возможно, скинули на этой неделе 100 грамм. И тело думает, ты хотела похудеть, ты похудела, где радость? Радости нет. Тебе опять все не так, ты опять какая-то грустная, у нас ничего не получилось, жизнь катится в никуда, и мозг загоняется, он потом не выдает вам энергии и не хочет решать ваши вопросы, потому что нет замкнутого цикла. Желание, шаги к этому желанию, результат, радость от результата. Если у нас есть вот этот цикл, желание, шаги, результат, радость от результата, награда обязательно должна быть, то тогда будет новое желание, новые шаги, новый результат, новая радость, потому что мозг хочет только радости. Он еще не хочет грустить, не хочет работать, не хочет ничего делать, он хочет радоваться, наслаждаться жизнью. Это мы сами создаем себе уже на контрасте. Грусть, печаль, тоску, программирует так, все это извне навязывается, создается страх в людях, для того, чтобы они были более управляемы. Но это совсем другая история. Мы сейчас говорим именно о наших целях и желаниях. Так вот, формат научиться зарабатывать для мозга вообще непонятен. Я не говорю про вселенную, я не говорю про космос, для них тоже, но мы говорим про мозг, про психику. Ему непонятно, что такое научиться зарабатывать, потому что здесь нет конкретики. В какой момент я смогу для себя определить, что, о, все, я научилась зарабатывать. Этот момент не настанет никогда. Поэтому только конкретика. Я хочу увидеть цифру на своем банковском счету, там, 10 тысяч долларов. Именно с Amazon. Я хочу чистую прибыль в месяц, там, 20 тысяч долларов в месяц. Со всех источников. Я хочу зарабатывать только на рекламе, там, 5 тысяч долларов в месяц. Конкретика, четко, потому что, когда вы сведете потом дебет с кредитом и поймете, что а в этом месяце, оказывается, я заработала 5 тысяч чистой за вычетом налогов, себестоимости, и ты понимаешь, вау. У меня тоже, у меня когда-то было очень интересно, у меня было желание, что я хочу заработать с продажи сумок 5 тысяч долларов. И у меня получилось, а потом я проанализировала, что из этих 5 тысяч долларов 2 получилась себестоимость этих сумок, еще около 1000 ушло на отправку и налоги, ну, налоги именно с продаж, еще полторы ушло на рекламу, и оставшийся это стандартный налог моего LLC. Я поняла, что я вышла в ноль. Но желание это сбылось, и когда ты анализируешь, это казалось бы такие очевидные вещи, ну, конечно, я хочу чистую прибыль. Нет, поставьте себе эту задачу для того, чтобы когда это состоится, для того, чтобы получить свое удовлетворение, для того, чтобы можно было анализировать этот пункт, что вы уже к нему приближаетесь. Мозг реально найдет способы, как это сделать, ни быстро, ни сразу. Когда я ставила себе первые свои мечты, какие-то цели, желания, еще несколько лет назад, я тоже не знала, каким образом я куда дойду. Ну, каким-то, блин, ты попадаешь. Ты попадаешь на новые этапы своей жизни, ты идешь вперед, и если у вас не будет этих описанных конкретных целей, вы не поймете, в какой момент вы можете проанализировать свои достижения. Это точно так же, как до-после в похудении. Девочки, которые не делали до, теряют мотивацию на полпути, потому что им кажется, что, ну, они такие и были. А если ты видишь свое до, находишь эту фотографию, думаешь, неужели я когда-то такой была? Я когда вижу вот эти свои 74 килограмма, думаю, а как вообще так произошло? А потому что так устроен мозг, он прячет от нас ту информацию, которую нам сейчас видеть нельзя. Поэтому нужно записывать и видеть это наочно, наочно делать скриншоты. Если вы хотите, допустим, чтобы ваши там соцсети развивались, да, как у меня там в YouTube, я делаю скриншот, у меня там первое число каждого месяца, я делаю скриншот своего YouTube, сохраняю это все в заметке, и в заметках я вижу, в этом месяце было столько, столько, столько. Да, я могу открыть статистику и в статистике все посмотреть, казалось бы, но я не буду этого делать. Мне нужен четкий день, когда я слежу за своим прогрессом конкретно в YouTube, для того, чтобы не падала мотивация. Когда мотивация уже упала, когда все упало, пиши пропало, да. Если уже все, ты бросишь. Бросишь худеть, бросишь идти к своим целям, бросишь там зарабатывать, опустишь руки, бросишь там какие-то работу над отношениями, над собой, все бросишь. Если зайти голодным в магазин, купишь всякую ерунду ненужную, да. Именно потому, что уже поздно включать мозг, поздно. Мозг надо было включать, когда ты еще недостаточно голодный, когда не включились эти инстинкты. Хочу все, все, куплю, куплю и съем сразу же, прям буду в магазине это все есть. Точно так же и здесь. Не доводите до того состояния, когда руки опускаются. Нужно отмечать свои достижения уже в процессе. Вот я, допустим, у меня есть эта контрольная юбка, которую я надеваю. Ага, все, класс, я вижу, что она уже классно застегивается, значит, у меня вес уходит в правильных местах. Все идет медленно, постепенно, я даю себе это время, я умею отслеживать свои достижения, промежуточные достижения и хвалить себя не только за конечный результат, который будет, а за путь. Я в процессе получаю удовольствие, и это талант. Этому нужно учиться. Неважно вообще, какие у вас там стоят цели. Стать миллионером, выйти замуж, родить детей. Научитесь наслаждаться процессом пути к этой цели и сделать это можно только через доверие к миру. Это немножко у меня такой эзотеричный подход, который не всем может зайти, но я вам хочу сказать, выбора нет ни у кого. Если не появится доверие к миру, счастье от жизни не прибавится. Человек просто будет жить несчастный, он может быть богатый, он может быть очень умный, он может быть классный, и все у него может быть здорово в жизни, но он будет обманываться и внушать себе, что типа у него все под контролем, потому что нет доверия к миру, а значит он сам самостоятельно избавляет себя от шанса разделить эту ответственность за жизнь еще с кем-то. Потому что в моем понимании, даже если у меня что-то в моменте не получается и идет просто рушиться, у меня есть моя конечная цель, вот мое высшее я, вот она я, вот она миллионер, Марина, красавица, здоровая, мой сыночек золотой рядом со мной, у меня, я счастлива от жизни, у меня огромный такой бог за спиной, который белый, такой с огромными крыльями, меня защищает от глаза, от войны, от беды, от ужаса, от трагедии, от слез, за мной стоит колоссальная сила. И это помогает мне, сила моего рода, сила моих родителей, сила вселенной, Бога, все эти силы, они стоят за мной. Представляете, как, какая я крутая, насколько мне повезло, у меня эта вера непоколебима. И мне для этого не нужно ходить в церковь, быть причастной к каким-то религиям, культурам, я просто это знаю, это вот мое знание. И как только вы входите в это состояние, я всегда называю это выгодное мышление, это мое выгодное мышление. Я в это верю, я это знаю, потому что я всегда нахожу этому подтверждение. И казалось бы, у меня в жизни было очень много тяжелых периодов. Я там с пятимесячным ребенком ушла от первого мужа, я вернулась в родительский дом, в глухо, в ПГТ, в однокомнатный дом, жить с родителями, с ребенком, отремонтировала себе там флигель, устроила там себе маленький домик. И казалось бы, завидная глуховская невеста, над которой в тайне все подхихикивали, как это так, понимаете, матросил и бросил, или что у них там произошло, а ей муж первый изменял, а потом я попала на холостяк, где вообще меня все жалели, как будто я какая-то побитая собака. И понятное дело, что каждый свой жизненный этап, когда я сталкивалась с трудностями, я неосознанно, это всегда у меня было, я всегда молилась перед сном, я никогда не была причастна к церкви, но я всегда была верующим человеком. У меня в семье никто так не делает, понимаете, у меня не было такого примера, поэтому не надо оправдывать себя, что ой, а меня не приучили, ой, еще что-то. Я просто нашла, как ребенок ищет, там каждый ребенок в тяжелых ситуациях ищет свой способ успокоиться, вот так я почувствовала, что меня это успокаивает, и я это вот всю жизнь с собой практикую, и это всегда работает. Что бы ни происходило у меня в жизни, мне там очень часто пишут, Марина, ты такая сильная, откуда у тебя мотивация? Я же вам говорю, откуда, вот откуда. Я понимаю, что мне нужно самой обеспечивать себя и ребенка в Майами, в Америке, с дикими ценами, без там постоянного источника заработка, с моей любовью к блогу, который ни хрена мне вообще денег не приносит, с моими бизнесами, которые периодически там то в ноль выходят, то вообще в минус. Я не тот человек, который наемный работник и может там быть в стабильности. Это вот такие качели, они у меня всю жизнь. Я бросала все в Киеве, уезжала на Бали в поисках счастья, потому что я вот настолько вижу мир широко, у него нет границ, поэтому нет страха, что ты умрешь, умрешь с голоду, тебя выгонят на улицу. Надо вот в ситуации быть пластичным. Если сейчас мир тебя ведет сюда, значит тебе реально там лучше, там будет лучше, там тебя что-то прекрасное ждет. И когда вот вы идете к своим целям, в наслаждении, путем и осознании того, что меня что-то ждет, это прекрасное. Мир что-то приготовил мне прекрасное. Вы вспомните Зеланда, кто читал Зеланда, у него были эти прям практики, когда ты не просто там пишешь какое-то желание, ты воспринимаешь его как норму, не надо вожделеть, да. Вы чего-то хотите, не будьте одержимы этим желанием, иначе, вот как Майами для меня, да, вы это получите, но очень большой ценой, очень большой, все, чем мы одержим, как женщины, которые очень сильно хотят детей, да, они иногда по 10 лет их хотят, и слава богу, получают, но в моменте, возможно, мир хотел, чтобы у вас был другой партнер, возможно, мир хотел попозже, не сейчас, но женщина, вот она видела только это, она уперлась, она получилась свое, но какой ценой, очень часто, эта цена очень высокая. Нам кажется, что мы от ума знаем, как нам лучше, именно потому, что мы очень часто не доверяем миру, мы думаем, ну как, где ваш бог, если в мире столько войн, если в мире столько несправедливости, если богатые богатеют, бедные беднеют, где ваш бог, но мир устроен сложнее, он не может быть добрым для всех, потому что мир, это вечные конфликты, мир работает на контрасте добра и зла, просто мы делаем свои выборы, либо в сторону одного, либо в сторону другого, а мир, он дуален, в нем есть все, поэтому, если у вас ваши цели ведут, идут, допустим, через какие-то темные, теневые стороны, и у вас какие-то темные цели, да, там, я не знаю, обманным путем зарабатывать, людей там, как-то использовать, то, конечно, у вас будет, и вот это, по итогу, реализация этого желания не принесет никого удовольствия, потому что энергии и состояние добра, умиротворения внутреннего душевного спокойствия, это чистая энергия, светлая энергия, когда вы идете на стороне добра, поэтому всегда нужно анализировать, доверяю ли я миру и несут ли мои желания мне пользу и пользу другим людям, да, я, допустим, я хочу денег, я хочу там сотни тысяч долларов в год для начала, именно моего заработка, да, не просто, чтобы мне кто-то подарил, а чтобы я чувствовала свою самореализацию, чтобы я постоянно росла, развивалась, могла потом передавать этот опыт людям, я хочу этих денег, разве это плохо? Нет, но я не пойду их зарабатывать там, криптой, потому что для меня это пирамида, где одни отбирают у других, я не пойду зарабатывать там, на автоматах в Лас-Вегасе, потому что для меня это опять же заработок на чьих-то трагедиях, я хочу их зарабатывать через доски визуализации, через мои сумки, которые несут людям радость, когда там чисто отличные отзывы, да, это где-то перфекционизм, который мешает мне делать хорошие деньги, но при этом это мои, каждая копейка, которая там заработана, она мной ценится, я считаю, что я супер молодец, то, что я делаю, я делаю ради качественного результата и радости не только себе, но и другим людям, и мой YouTube-канал, это моя наполненность, это мое счастье, конечно, оно не может не стать успешным в перспективе через год, два, пять, десять, потому что я это делаю от чистого сердца, от души я взаимодействую с теми людьми, которые приходят на меня, а если вот эти вот поверхностные истории, типа, хочу там, такую-то сумку, хочу вот такое там платье, но ты не закрыл свои какие-то самые приоритетные вещи, да, ты не организовал свой быт, ты не реализовал себя, ты не, ну, ты хочешь уйти от реальных желаний в сторону какой-то одной тряпки, хочешь там ролекс, хотя все еще у тебя нет там, съемной квартиры от родителей, то есть это какие-то несовместимые вещи, нужно трезво смотреть на свою жизнь, трезво оценивать ее и хотеть то, что действительно может качественно изменить вашу жизнь сегодня. Опять же, вот возвращаемся к этой девочке, которая мне написала свои три желания, и хочу переехать за границу, ну, вот второй момент, да, вы уже, я думаю, уловили суть, хочу переехать за границу, ну, можно переехать в Чечню, можно переехать в Африку, можно много куда переехать, где будет намного хуже, поэтому, когда мы ставим себе цель, хочу переехать куда, для того, чтобы понимать, вы заходите на форумы, начинаете читать, как людям живется в Польше, как людям живется в Германии, в каких городах, какие есть условия выезда, что для этого нужно, сколько денег у кого, а если может там по ЮФЮ куда-то в Америку, то есть, вы собираете информацию для того, чтобы у вас была четкая страна и место, я хочу переехать в Берлин, мозгу понятно, в следующий раз, когда он где-то в диалоге услышит, что кто-то переезжал в Берлин или его знакомые переезжали куда-то в другой город Германии, он такой, о, нам нужно с этим человеком переговорить, нам нужно узнать, что он для этого сделал, и себе нужно донести, а что изменится в моей жизни после того, как я туда перееду, что я там буду делать, кем я там буду работать, за что я там буду жить, потому что, если вы себе объясните, что как только, вот как для меня Майами, да, я знала, как только я перееду в Майами, я буду, значит, коллаборироваться с стилистами, визажистами, делать съемки, вести свой блог, то есть, мне нужно было сделать этот шаг, я просто подсознательно установила себе это как черту определенную, сама создала себе потолок, то есть, там я это не могла делать, я себя сама тормозила этим желанием, потому что оно стало слишком уже принципиальным каким-то и сильным, и понятное дело, что стоило мне только пересечь границу, понимаете, города, и у меня энергии полно, желания полно, потому что организм это все аккумулировал очень долго, он такой, да, да, ты права, Марина, ты права, все так и будет, именно потому что я всегда рекомендовала вам аудиокнигу «Как заработать большие деньги» Бориса Березовского, вот он там говорит, когда один считает, что, к примеру, распад Советского Союза это самое страшное время, и это кризис, это упадок, для него так и будет, если другой считает, что там кризис или война это самое лучшее время для заработка, потому что вокруг хаос, для него так и будет, чтобы вы для себя не определили, ваш мозг найдет этому подтверждение, если вы считаете, что там свободные отношения, это круто, для вас это будет работать, но это может не работать для 99% людей на планете, но для вас это будет работать, если вы считаете, что круглая попа это классно, и у вас круглая попа, для вас это будет работать, вы будете носить красивую одежду, вы будете чувствовать себя уверенно, если вы считаете, что там худое лицо это некрасиво, и у вас худое лицо, для вас это будет работать, вы будете комплексовать, переживать, вот у меня три прыща сейчас на щеке, если бы я на них заморочилась, да, ой, фу, я прыщавая, я бы не вышла вам записывать ролик, вот просто бы не вышла. И так большинство людей и тормозят сами себя, потому что выдумывают для себя, что те или иные обстоятельства, они либо им недоступны, либо непонятны, боятся, и создают искусственную иллюзию того, что что-то делают, но на самом деле не делают ничего. То есть я хочу, к примеру, похудеть, поэтому я куплю курс по похудению, я куплю форму для похудения, для занятия спортом, я куплю коврик, я запишусь на тренировку, схожу один раз, создам иллюзию, создам бурю в стакане воды и успокоюсь, да, и мозг такой, хопа, а я опять тебя развёл, я опять создал видимость, а ни хрена не сделал, потому что он боится перемен. Но ваша задача быть хитрее, быть умнее, и вы должны этот мозг обхитрить, поверьте мне, он не очень умный, он не очень, аналитический ум, он не очень умный, наше тело намного умнее. Наше тело реагирует в секунды, там, на любой стресс, на гормональные выбросы, на поступление еды в организм, наше тело супер умное, оно помнит всё, вот у кого были какие-то травмы в детстве, да, кому-то там кто-то приставал, тело до сих пор помнит. То же самое там военные эти все действия, реакции на взрывы, да, у людей там под столы прыгают. Это мозг, это тело, тело очень умное, поэтому не думайте, что только от ума вы можете прийти к своим целям. Вас туда приведёт всё, душа, тело, ум, вот всё это триединство, когда вы донесёте себе, что это действительно вам нужно, все они втроём вас к этой цели приведут. Как вы не додумаетесь? Ваша задача правильно описать эту цель, дать все вводные, поставить правильно задачу, как перед исполнительными сотрудниками, и тогда эта задача будет реализована. Я жду ваши три основные цели в жизни, правильно сформулированные, я буду вас поправлять, буду помогать. Под этим видео давайте вместе создадим как минимум один огромный прыжок в новое развитие. Я вас обнимаю, целую, ждите скоро новые ролики.